Мы журналисты! Как-то я была в Таиланде, и мы ходили на рынок. На этом рынке были американцы, и они на меня очень сильно, неоднозначно реагировали. У них была реакция на меня, они что-то по-английски говорят, как будто я какая-то звезда. Я смотрю и такая вот здесь. А они такие, Ронда! Они прям вот так, как зомби, они вот так вот стоят, они в шоке. О май гад! О май гад! Ронда! Я такая, нет, я Ирина, русская девочка. О май гад! Я вообще такая стою, такая, ну нифига себе. На самом деле уже тогда, как мне говорили в России, это так на нее похоже. Ты реально видишь сходство с Ронда Роузи? Я раньше не видела, сейчас вижу. Да, реально что-то есть. Очень похоже. Очень похоже. Да. Ну у меня зубы просто маленькие, да? У меня чуть-чуть побольше. Слушай, ну мне кажется, у вас даже судьба, да, схожа с ней? Да, вот я читала, и не знаю, конечно, с ее уст, лучше это было бы послушать интервью какое-нибудь, но у меня руки не дошли. Я читала, что у нее хорошие отношения с отцом, плохие отношения с матерью были. Чуть ли там не до дедома, все доходило вот что-то как-то так. И у меня то же самое. Плюс она дзюдоистка, я пришла в дзюдо. Это очень странно. Ира, расскажи о своих страхах наверняка не есть у тебя перед поездкой, там, языка. Как быть с языком, политическая ситуация напряженная? У нас же тут курс упал. Чтобы купить доллары, нужно вообще-то дофига заплатить, а чтобы оттуда их здесь поменять, можно получить меньше. Я боюсь так, что когда я уеду, здесь что-нибудь плохое в нашей стране произойдет, и я там застряну, а у меня не будет денег. Ну ты же хороший гонорар должна получить. А карты не действуют наши. Да, этот гонорар вот я получу, да, я дам процент. А для них это не большие же деньги для Америки, это для нас такие, как... А ты уже знаешь, что гонорар какой-нибудь? Я знаю, 12 плюс 12, первый год. Тыж долларов? Да. На наши это сколько? Ну, 60 плюс 60, получается, и там. Это 200 и еще 4. Чуть же с математикой. 4 умножить. 4 тысячи долларов 8. 2 hours later. А, миллион, миллион двести сорок. 12 тысяч долларов? Да, миллион... 720 тысяч. Ну, 12 плюс 12, миллион двести сорок. Нет, 720 плюс 720, это будет миллион четыреста сорок. Четыреста сорок. Ну, процент. Отмазалась. Расскажи про первые свои победы, когда пришло вообще первое достижение, когда ты понимала, что ты занимаешься тем, чем должна. Первые победы, это у меня в восемнадцать, семнадцать восемнадцать мне было, когда я отобралась на первенство Европы по самбо, второе место на России заняла. И все, и поехала на первенство Европы, там третьей стала, на следующий год стала первой, потому что я такая думаю, блин, вот мне чуть-чуть там реально не хватило, чтобы в финал выйти. А тут в финал вышла, выиграла, и все, и поняла, что мне нужно дальше заниматься, продолжать. Это мое, мне это нравится. Но со временем мне очень на это, ну, уже приелось и надоело, потому что, повторюсь, я человек, который любит разнообразие абсолютно во всем. У меня, если будет только тренировка-дом, тренировка-дом, мне надоест. Поэтому я уже знаю, как себя отвлечь, там, даже если на улице просто холодно, можно на гитаре поиграть дома, там, стихи какие-нибудь посочинять так ради себя, там, просто по приколу чего-нибудь. Недавно вот сочинила песню, посвященную своему отцу. Хочу все-таки это отпустить, потому что у меня такой возраст, а я не могу забыть вот эту вот утрату. Уже прошло 22 года, как он умер, мне было 10 лет, но мне так это сильно ранило, я там в коме 3 дня провалялась. Ты? Да, да. В коме? Я узнала, когда у меня умер отец, на 3 дня я упала вот так в коме. Ты 10 лет было? 10 лет, да. Потом, когда я очнулась, я обливала еще дня 3 зеленью. Ты в больнице была? Дома. В Казахстане слово больница не существовало в то время, и лекарства. Мы малинами лечились и все такое. Нет, конечно, врач приходил, они меня смотрели, а я погрузилась просто в психологический сон такой. Ну, подожди, а бабушка, как тебя спасали? Ну, я спала, как будто лежала, вот 3 дня, трое суток я спала, лежала. Мне приходили только врачи, ставили капельницы, в больнице я не лежала. Вот и все, я там в каком-то литургическом сне была, мне там всякие сны, действия снились. А что снилось? Вообще, мне сначала приснился сон, что я на могиле, хоронят моего отца, я вижу потом памятник вот этот, вот уже все там готово, и береза. И здесь дорога во сне. Приезжает мой дядя. Это тоже сон? Да, это сон. Ну, и уже пошло наяву. Приезжает мой дядя, я была в шоке, столько лет прошло, я живу в Казахстане, и приехал нежданчиком по отцу мой дядя. Я ему говорю, что это, меня отец приехал, чтоб ты меня забрал. Он такой, не-не, мы просто тебя на каникулы отвезем туда, в Балаково. Я такая, о, классно, классно, уже такая, все, все. Этот сон-то снится, а я подхожу к бабушке такая, рассказать его. Говорю, а мне сон вот приснилось, что у меня папа умер. А бабушка по маме? Да. Я вижу, что бабушка и тетя друг на друга переглянулись, и вот так вот на меня посмотрели, что я это им сказала. Они уже знали, а я не знала, это дядя им рассказал. И все. Потом, короче, ну, они такие на меня смотрят. Ира, у тебя папа умер, дядя приехал, чтоб ты поехала, ну, туда уже, на могилу. И все, меня, короче, накрывают. Я вот так ложусь, и я засыпаю. И во сне я с ним была три дня. Вот он мне потом обратно мне сказал, типа, у тебя еще, говорит, длинная дорога. Да. Я, говорит, я тебя дождусь. Иди. Правильно понимаю, то, что именно Беллатр послужил трамплином для попадания в UFC? Я думаю, да. Я вообще хотела завязывать со спортом. В двадцатом году, когда начался коронавирус, боев совершенно не было нигде никаких. Потом мужские более-менее начали восстанавливаться. Я хотела звонить своему менеджеру в ноябре, где-то месяце, в октябре, и говорить, ну, все, утром позвоню, скажу, я завязываю. Боев нету смысла, мне нужно работать, мне нужно деньги зарабатывать. Вот. И просто за двенадцать часов до его решения, я уже, кстати, работала тренером, он меня сгонит и говорит, Ира, ты в Беллатре. И тут я в шоке. Потому что я думаю, блин, может быть, нужно было мне раньше об этом решении захотеть сообщить, чтобы мне раньше подписали в Беллатре. Потому что, ну что, там, три-четыре раза в году, где-то два, у меня вообще практика есть, два года, раз в год, раз и выступаю. Ну, я думаю, буду продолжать, буду работать. Вот, если Беллатр мне не предложит контракт после завершения моих четырех боев, думаю, тогда было бы неплохо попробовать в UFC. И если UFC скажу, нафиг она не нужна, я точно завязываю и уже ухожу на работу. Но самое сокровенное, это вот это вот два желания моих, которые я рассказывала прям всем, кому не попадет. А самое такое искреннее желание было девчонкам своим близким. Я говорю, блин, хоть не кто-то тут видел, там, из UFC-шников, там, еще, там, не знаю, менеджеры, промоутеры, еще кто-то там, дейлина. И чтобы меня сказали, блин, какая она классная, давайте в UFC заберем. Ну, и знаешь, как-то вышло, что, по ходу, мысли мои материализовались. Не знаю, как, но так вышло, что после одного года меня UFC подписали. Я прям очень рада этому всему. Как тебе сообщили о контракте, о подписании UFC? Так, мне сначала сон приснился, во сне БеллатР меня, меня сообщил, точнее, мой менеджер, вот, Ира, БеллатР, тебя уволили. Я говорю, за что? Во сне? Да, во сне, просто они тебя уволили. Я очень сильно во сне расстроилась прям, и опять думаю, ну, все, надо завязывать. И мне там, она говорит, что ты расстраиваешься, тебя уже UFC забрали. Я там, да, во сне начала прыгать, радоваться сразу, позвонила ему, когда проснулась. Все ему об этом рассказал, мы его менеджером. Вот так удивительно, ну, как-то он думал, ой, что тебе за фигня такая снится странная? И как-то усмехнулся, не как обычно, но удивительно усмехнулся. Я тогда думаю, так, странно, но не буду на это зацикливаться, ладно, может, мы только проснуться, поэтому... Ну, ты или потом мне вечером пишешь, можешь приехать в понедельник, нам нужно у тебя взять интервью, давно мы не записывались. Я такая захожу, ну, как обычно, все серьезные, там, руки назад, как мой дедушка ходил, кстати. Но я на видео увидела, что я хожу так, как ходил мой дедушка. Гена. Гена, ой, я серьезная. Сейчас я к старшему, а моя дедушка ходила. Ну, я с ней такая захожу, садись. И я понимаю, что идет Макс, он тоже как-то в команде, не последний человек. И он садится, я такая понимаю, что что-то нафиг серьезное сейчас будет. Ну, что-то хорошее, ты думала? Нет, у меня какая-то... Ну, я поняла, что что-то серьезное. И вот меня вот так со стороны в сторону, туда-сюда, что будет, что будет, что будет, что будет. Ну, что я не понимаю. И Макс-то мне ничего не говорил, Саша мне тоже ничего не говорил. Чего? И они такие... Бах, смотрю, Беллатр. Я такая понимаю, что реально, походу, меня уволили оттуда. Я такая, Эль-Черн, вертся, Беллатр освободил тебя от контракта. Я говорю, за что? Я же выиграла боя. Нафига? Ну, визу делали. Столько бабла потратили на эту визу. Они такие... Я говорю, блин, походу, мой сон все-таки вещей оказался. Капец. И потом он такой, а где дальше что снилось? Я говорю, ну, дальше мне как снилось, что меня UFC забрали. Он мне берет такую стопку бумаги. Я такая смотрю. И у меня первая мысль, что меня увольняют из команды. Я говорю, что я резко зарплаты лишаюсь. Я думаю, ну, капец. И типа подписывай. Я вот так, хопа, смотрю все на английском и такой, это что? Я не знаю, что... Анатолик, ты сейчас знаешь, have, has, to be. Я такая думаю, в контракте раньше нету, не буквально на английском. Я такой смотрю на английском и говорю, это что? Ты боец UFC. Я думаю, твою мать, как пошла вообще. Я что сделаю? Я думаю, что, Анвизо, нафига они нам дали. Ну, ну, мы делали. Это что? у меня такое ощущение было, что я бильярдный шарик который вот этим киевом шмальнули и он вот так один одинокий по этому, по столу, а там комната узкая, квадратная и вот я вот туда туда, эмоции начались вообще, но это прям неописуемое чувство, честно говоря, вот даже я сейчас об этом говорю, я уже этого не чувствую но вот я сейчас вспомнила, что у меня вот здесь было вот так, как будто у меня одно сердце на всю грудь, оно большое и оно колотится, как будто бы я буйвол и просто бегу сносить все на своем пути чтобы быть лучшим, нужно непосредственно драться только с лучшим, это, конечно, уже избитые клише, но все же это правда жизни, на кого ты нацелена в ее все? Я нацелена на топ-5, а знаю я только топ-3 Аманда Мнунис, Холли Холм и Жуляна Пения, может я просто еще кого-то знаю, но забыла, может кто-то скачет из категории или категории но это не важно, есть три лидера в этой категории, конечно, нужно выходить на них и как можно раньше, чтобы обрести популярность, славу, медийность, вот это все обрести и плюс, когда мы, конечно, деремся с сильнейшими, вне зависимости от результата, мы растем только вот это вот, самый главный фактор Ты знаешь, как их сломать? Если мой демон вселится в меня, я кидам, например, на фейс-то-фейсе вот так вот, и он, они увидят его глаза во мне чуть-чуть они психологически надломятся, потому что, когда он ко мне приходит, мой демон, я становлюсь вот неуязвимой какая-то а когда я не чувствую его присутствие, мне дерется намного как-то вот своими силами не так когда он что-то там в меня вселяется, я не знаю, что это меня раскрепощает, вот чувствую я что-то присутствие я тогда и выигрываю лучше, я даже вот в Белатре, когда дралась, у меня все время было ощущение, что вот у меня вот кто-то меня охраняет потому что были там какие-то моменты критические, когда я на внушающе в самом конце попалась и меня просто вот, это не я провернулась, то ли это вот, как говорится, там на инстинкт, на инстинкт а у меня вот было, клянусь, было ощущение, меня вот так вот берут и просто вот как-будто мне по щечу вот так вот сделали и в этот момент я вот как-то на вступлюсь вот, чух, ушла У меня было такое Может, все-таки это всевышние, а не демоны? Ну, я вот чувствую что-то на грани, типа я дитя падших ангелов, вот что-то из этого разок Которых оттуда, за то, что они там накосячили, прокнали на землю, вот что-то из этого разряда Либо, когда бывает самокупляются снизу и сверху, то получается я Поэтому это было очень странно, у меня второй раз это в жизни, когда я первый раз заснула за рулем У меня скорость уже была по 200, я вот еду, надо остановиться, негде остановиться А почему ты остановка не складываешь? Да, очень долгая дорога, я в Грузию ехала на машине, и мы едем, и вот реально негде остановиться, даже нет обочины Вот такая вот там дорога была, это в сторону Есентуков уехали, и лес Блин, думаю, ну хоть остановка будет, я остановлюсь В итоге, я вот так уже еду, еду, вроде я себя контролирую, и просто у меня в головах так, оп, и я засыпаю, а нога расслабилась и в пол И просто вот это вот, у меня под затыльник такой бах, и я смотрю, я еду по встречке, а машина потихоньку, вот она потихоньку, потихоньку едет вот туда, а там обочина, и не опрехала, ну метр, вот так вот, два резкий такой шклон Я бы, наверное, перевернулась, и была до встречки не ехала Я смотрю, у меня там 190 с чем-то, я просто отпускаю, беру, короче, останавливаюсь и прям вот в этот съезд туда вот там съезжаю Все, и наутро уже там поехала по полю, там тоже дорога, и уже там, я знала, ну по-любому, если там есть дорога по полю, можно выехать, где-то будет подняться, я потихонечку выспалась, так вот поехала Слушай, покажи нашей камере, что это ты в карманах принесла нашему оператору Короче, говорят, вот у женщин нет яиц, да? У русских женщин всегда все есть У тебя еще третий есть, да? Подержи кофе Еще есть третий А для чего? Это сухой паек, потому что я боец UFC, и я должна питаться правильно, желток я отдам прохожим Китайцев угощу Может быть, они такой не елененький, да, вареный У них обычно же они жидкие Давай съедим пытью, я на самом деле есть хочу Давай Че, как облоп? Ним, давай этот уже, наверное, у нас такой слабенький Ну, хоть звук не пустой Он просто вообще в ши Мне кажется, я завтра буду с шишкой Скажу, это боец UFC мне поставил яйцо Ну, давайте нас будет америкос смотреть, расскажи об этой традиции Я знаю, что вот на Пасху, я, кстати, там неверующая, да, я говорила? Да, но я уважаю традиции моих друзей, поэтому они постоянно едят яйца на Пасху И у них там Иисус Христос воскрес в этот день И утром, когда я прихожу к ним в гости, они всегда либо яйцо об яйцо, но у нас, так как мы бойцы, мы бьем яйцо об голову Если оно реально треснуло на голове, значит все на мази Ира, ты сама хочешь детей? Ну, на данный момент я их не заводила У меня, как бы это, великие планы были, о которых я никогда не говорила и которые сейчас сбились У меня, как одно место, всегда чувствовала, что не нужно рожать, не нужно рано уходить из спорта Потому что я живу и кайфую в этой жизни для себя Потому что что, мне моя бабушка говорит, Ирочка, пожалуйста, детка, не рожай рано Твоя жизнь закончится и начнется жизнь другого человека И будет этот человек отнимать твою жизнь Она мне, короче, говорит, там лет до 28, там в 30-ку роди, нормально Так тебе 32 Да, а мне 32 А вот настолько я прям вдохновилась ее фразами, да, что вот до сих пор никак вот все нравится жить мне для себя Так и не хочется рожать, но... Но в будущем все равно планируешь когда-то... Конечно, у меня планы такие, я буду рожать, если я не захочу рожать вот с этим брюхом, да, ходить Я просто езди дома возьму детей себе и нормально А ты чем бы хотела заниматься властей спорта? Мне тоже журналистика нравится, но я еще там... Хотела бы, вот на самом деле, что больше всего я хотела бы Это вот где-то танцевать, go-go тебе, да? Замуж собираешься тоже? Смотри, невеста Ну, я вот за гражданский брак За гражданский? Да, конечно, так я себя чувствую свободнее, я сейчас три род, свобода Оля говорит, ну что там хорошего нету? Она сама уже звонит и говорит, когда ребенка родишь Ну, это да, но гражданский... Вот моя бабушка с дедушкой, между прочим, дедуля мой на 10 лет была младше бабушки И они всю свою жизнь прожили в гражданском браке Пять детей наштамповали, двое еще причем умерло Еще потом пять рубанули И все нормально, кайфовали, всю жизнь жили, не ругались, не ссорились, я лично ни разу не видела Кем у тебя работали бабушка с дедушкой? Бабушка у меня никогда не работала, у меня работал дедушка Но она у него брала Но где еще брать? Да, но она по хозяйству, очаг хранила Ну конечно, если столько детей А он бомбил там за четверых И кем дедушка работал? За вхоз, он в школе работал, плюс подрабатывал сторожем А мамы с папой? Так, ну родителей у меня с детства не было никогда У меня, когда мне было пять лет, моя мать украла меня от отца И отправила в Казахстан Крестный меня отвез к бабушке и дедушке на воспитание Потому что у них там между собой были контры Вот, и я любила больше отца, моя мать ревновала очень сильно Потому что я всегда как-то с отцом к нему больше тянулась И она решила меня обмануть На тот момент я не знала, что она меня обманывает Говорит, съезди на каникулы летние к бабушке и дедушке Потом я за тобой приеду В итоге меня крестные отвезли Я уже очень ее ждала, она так и не приехала И так я до 14 лет прождала ее в Казахстане Года два я ждала, потом я в ней разочаровалась Господи Да, то есть меня обманом Из-за того, что она поругалась очень сильно с отцом Они развелись Он хотел, чтобы я чаще у него появлялась Не только по выходным Она меня... Ладно, я вот понимаю, она бы сама со мной переехала Она просто меня ни себе, ни ему Это все Я ее случайно увидела в 14 лет Потом как-то, когда в Россию приехала Она в том же самом городе жила Потом в 21 год вообще никаких чувств и эмоций к ней не воспитала Не испытала Не испытала Все, я уже русская Вот, и что Она, конечно Как это вот эти вот люди, которые социально без места жительства Бомжи Да, бомжи Она вот в таком состоянии была Она уже... Но она как бы пила с 90-х годов Да, вот это вот Получается, когда ты родилась, она пила, да? Дети... Ну, они не пили, они тогда, ну... Выпивали Я или молодежь, вот это все И потом, видимо, когда личная жизнь Вот это все затащила, контингент сменился Она у меня стала прям пьяницей, алкашкой, бомжихой Вот, и я не знаю насчет наркоманства, конечно Но я думаю, там под ключ укомплектована Когда мне было 14 лет Ей было там 30 с копейками Я увидела ее, я офигела Женщина 50-ти лет И она как-то даже не пыталась, увидев меня, поправиться, бросить, завязать Ей было плевать вообще полностью Мне было нейтрально Потому что у меня как к матери к ней уже чувств не было А чувства у меня были только к бабушке Вот, я ее считала своей матерью Потом как-то я ее увидела, когда мне было 21-22 Там уже полный трэш Человеку там, ну, 40 с чем-то лет Там уже ни зубов, ничего нету, да Вот это вот лицо, как будто вот ей лет 65 Это вообще полный ужас и кошмар был Когда мне было 10 лет, моего отца наглым образом усыпили Вот, его, можно так сказать, убили в квартире Но очень грамотно там все сделали Типа он умер Сердце остановилось И все Он, это, в 90-е же были Там все блатные Вот, и там дорогу кому-то перешел Он какого-то там мажора охранял, хорошего Вот, и их решили вот эту всю компанию Отправить вас в Айаси Он богатый был? Да, у меня отец тоже был очень богатый Вот, он тут это... Ну, на тот момент у нас была машина в 94 году Ниссан Скайлайн Это уже считалось очень круто в тех годах Ира, так искренне тебя благодарю за эту беседу И ты даже не представляешь, вот насколько я хочу, чтобы у тебя все сложилось Я тоже хочу У меня это прям... Я буду об этом думать И надеюсь, мне это приснится Там, чтобы ты была звездой Было бы неплохо За тридцаточкой Вот так вот, хопа, и выстрелить Когда всю жизнь была в тени А тут такая, опа, расцвела девочка Вышла, как солнышко Чтобы сопутствовала тебе удача И вот неуклонного движения вперед Чтоб меньше травм И вообще все сложилось должным образом Вот ровно так, как ты хочешь Спасибо, и я мечтаю, чтобы это интервью у нас взлетело Просто взорвало все контенты Я буду об этом думать Спасибо